Лечение зубов под общей анестезией – это совсем не страшно, если, конечно, этим занимаются профессионалы. Именно такие доктора-волшебники работают в сети детских стоматологий Dental Fantasy, но для некоторых родителей эти слова не аргумент. Сегодня на примере маленькой Аннабель вы сможете убедиться, что общего обезболивания бояться не стоит. Когда вы с ребенком собираетесь в клинику для лечения зубов под общей анестезией, не забудьте правильно одеть малыша. Одежда должна быть максимально комфортной для сна. Например, это могут быть трикотажные штанишки или колготки и футболка с длинным рукавом. Это не должна быть одежда из пушистой шерсти и обязательно без декоративной отделки. Каждому маленькому посетителю в клинике надевают специальный браслет. На нем указаны индивидуальные данные малыша и информация об особенностях его здоровья. Благодаря браслету медицинский персонал легко избегает возможных ошибок при идентификации пациента. Перед лечением во сне ребенку нужно пройти обследование, сделать электрокардиограмму, сдать общий анализ крови и анализ на гемосиндром, время свертываемости крови и риск кровотечения, показать ребенка педиатру и провести осмотр анестезиолога. Врачи дадут допуск к лечению в наркозе. Абсолютным показанием для лечения зубов ребенку в медикаментозном сне является аллергия на местные анестетики. Но есть и ряд относительных и в то же время серьезных показаний. Подробнее об этом расскажет Александр Мельников, врач высшей категории, главный врач клиники Дентал Фэнтези в Кунцево. Для этого есть определенные показания. Первое, самое основное, это большой объем лечения, когда у ребенка необходимо лечить очень много зубов. Второе очень важное показание к общей анестезии, это маленький возраст пациента. Как правило, это пациенты возрастной группы до 3 лет. У детей с раннего возраста может быть все стонкологические диагнозы, которые мы сейчас знаем, это кариес, пульпит. Еще одна группа пациентов, которые показаны лечения во сне, это пациенты с негативным опытом. Как правило, негативный опыт пациента получают в раннем возрасте, когда ребенку необходимо провести довольно-таки объемное вмешательство и когда пациенту проводят лечение через боль, то есть не делают анестезию, где-то стараются ребенка подержать. Также лечение под общей анестезией может понадобиться детям с особенными потребностями. У нас есть доктора, которые специализируются на лечении особенных детей. Лечение их ничем не отличается от лечения обычных пациентов. Также начинается со знакомства доктора с пациентом. Они вместе проходят этап адаптации и затем, если того требуют данные клинические случаи, мы прибегаем к лечению под общей анестезией. С момента входа в клинику родителей и ребенка сопровождает координатор детского приема. Второй специалист, который сегодня встретил Аннабель с мамой в Дентал Фэнтези, Наталья Енадьевна Хлебанова. Врач-анестезиолог-реаниматолог, педиатр, гематолог, врач высшей категории. Скажите, пожалуйста, Кать, когда кормили? Вечером последний раз кормили. Пить давали с утра? Да, с утра давали. Часто-почти попить. Во сколько? По-что? Наверное, полшестого в шее. Помнится. Анализы я все видела, они все прекрасные. И нам нужно с вами заполнить согласие на наркоз. Это некий документ, который не снимает с нас. Ответственность уже есть. Важное правило. Лечение зубов в наркозе нужно доверять профессионалам. Выбирайте только те клиники, где работают анестезиологические бригады и созданы все условия для безопасного лечения. В сети стоматологии Дентал Фэнтези детей во сне лечат с 2006 года. За это время накоплен огромный опыт. Клиники Дентал Фэнтези получили международный сертификат GCI. Это означает, что здесь соблюдаются максимальные меры безопасности. Кроме всего прочего, для проведения общей анестезии требуется дорогостоящее современное медицинское оборудование. Наша клиника оборудования по последнему слову техники на уровне с мировыми лидерами медицины. Одним из ключевых моментов в работе клиник Дентал Фэнтези является высочайший контроль за стерилизацией инструментов. Для этого отведено отдельное помещение с самым современным оборудованием. При обработке инструментов соблюдаются самые жесткие международные стандарты безопасности. Это позволяет исключить передачу инфекций. Все расходные материалы одноразовые. Они не стерилизуются, а выбрасываются после. Аннабель, махонькая, 14-килограммовая. С момента входа в стоматологию Дентал Фэнтези и до начала лечения проходит максимум 5-10 минут. Обязательное условие. Малышка входит в кабинет вместе с мамой или папой и чаще всего засыпает у родителей на руках. Привет. Будем шарик надувать? Надуем большой шарик, чтобы в этот шарик сумку потом убрать. Будем? Маленький-маленький шарик тогда надуем или большой? Какой хочешь? Маленький. Давай, моя куколка, садись с мамой. Садишь с мамой и будем надувать шарик с тобой волшебным воздухом. Давай, моя куколка. Он у нас вкусный-вкусный. Ты какой хочешь? Клубничный или шоколадный? Клубничный. Сейчас положу много-много клубники. Много-много. Смотри, какая у нас. Она такая добрая. Она мягкая. Да, такая. Сейчас вот смотри. Давай, к маме прижимайся крепко-крепко, а то как надувешь шарик и полетишь. Давай, моя рыбочка. Ой, какой большой шарик. Ой, какая ты умница. Ну, какая молодец. При лечении во сне в Дентал Фэнтези используется самый современный на сегодня препарат для наркоза – Сиваран. Он применяется во всем мире уже десятки лет и разрешен даже самым маленьким детям с рождения. Сиваран гарантирует быстрое погружение ребенка в сон и такое же быстрое и легкое пробуждение. После того, как ребенок заснул, родители проходят в комфортную комнату ожидания. В это время на ребенка крепятся датчики. Они показывают ЭКГ в трех стандартных отведениях. Насыщение тканей кислородом. Измеряют давление и температуру тела. Проводится газовый мониторинг и измеряется функция внешнего дыхания. Если наркоз продолжается долго, проводится инфузионная терапия. Капаются солевые растворы. Это нужно для восстановления водно-щелочного баланса и водно-солевого баланса, потому что у ребенка была голодная пауза. Маленькие дети плохо переносят длительный безводный промежуток. И для адекватного функционирования всех органов необходим водно-щелочной баланс. Зачастую при первичной консультации наши маленькие пациенты не всегда благосклонно относятся к проведению диагностических манипуляций, такой как рентген. Но это ничего страшного, потому что во время проведения общей анестезии, после того, как уже ребенок заснул, мы можем провести весь комплекс диагностических манипуляций непосредственно в нашем кабинете. Вот и наша маленькая Аннабель не захотела делать рентген ротовой полости заранее. Поэтому его выполнили, когда она уже крепко спала. Далее к работе приступили врачи-стоматологи. При лечении пациента в условиях общего обезболивания в клинике присутствует 5 человек. И непосредственно в кабинете это доктор, который проводит манипуляцию. Это первый ассистент, который непосредственно помогает доктору работать 4 руки без отрыва от операционного поля. Это второй ассистент, который помогает, накрывает на определенные манипуляции. Это анестезистка, которая помогает анестезиологу для проведения различных манипуляций. Это сам анестезиолог. Такая большая команда позволяет не только безопасно провести лечение во сне, но и выполнить самые сложные варианты стоматологического лечения. Поставить пломбы на все зубы, установить коронки, если есть сильное разрушение, или удалить больные зубы. И все за один визит. В зависимости от того, что планируют делать стоматологи и какой длительности будет лечение зубов, специалисты из Dental Fantasy защищают дыхательные пути пациента, или с помощью ларингеальной маски, или с помощью интубационной трубки. Ведь во время наркоза у пациента нет возможности сплюнуть, кашлянуть или что-то проглотить. Анестезиолог в каждом случае решает, чем он будет защищать дыхательные пути во время работы стоматолога. Важно сделать это надежно и максимально безопасно. Пока малышки лечат зубы, координатор детского приема общается с родителями и рассказывает им о правилах поведения после лечения зубов под общей анестезией. Екатерина, через 7-10 дней нужно нам показать девочку обязательно на осмотр. Для чего нам это необходимо? Во-первых, нам нужно отследить качество наших работ. Также мы даем вам гарантию. Наша гарантия дается на один год. Если вы к нам приходите каждые 3 месяца и выполняете наши рекомендации, она становится пролонгированной до смены зуба. Также старые все щетки-насадки, которые у вас находятся дома, их необходимо все ликвидировать и приобрести все новое. Мы даем вам красную зубную щетку. Ей необходимо чистить ровно одну неделю до осмотра стоматолога. Если вдруг в процессе у вас после лечения вы упали или случилась какая-то травма, прикусили губу, пожалуйста, достаете эту красную зубную щетку снова и начинаете ей также аккуратно чистить. Она хороша тем, что она очень мягкая и не травмирует десну. Тем временем процесс лечения зубов подошел к концу. Чтобы маленькая Аннабель легко и приятно проснулась, ее отвозят в специальную комнату сна. Спит и не будите, пожалуйста. Сейчас она должна проснуться сама, самостоятельно. Все у нас хорошо прошло. Все вылечили, зубы теперь белые и блестящие. Сейчас надо дать ей попить сока, чтобы было приятно у нее во рту. Поворачивайся, Аннабелька, на бочок и пей сок. Вкусный яблочный сок. Молодец. Хорошо поспала, Аннабель? Хорошо поспала? Приснилась тебе зубная фея? Да? Ой, какие красивые. Покажи маме, какие красивые белые зубы. Какие зубки? Ой, вообще зубка. В 99% случаев малыши просыпаются в хорошем настроении. Чтобы настроение стало еще лучше, ребенку сразу предлагают вкусный сок. А когда малышка уже может сама сесть, это происходит очень быстро, крохи дают мороженое, и она окончательно добреет. Мы вообще договариваемся, что сейчас можно все и даже чупа-чупс. Потому что сегодня особенный день. На примере 4-летней Аннабель вы смогли убедиться, что лечить зубы под общей анестезией совсем не страшно. С лица малышки все время не сходила улыбка. Но это еще не все. Есть несколько простых правил, ответственность за соблюдение которых лежит на родителях. После того, как мы закончили лечение под общей анестезией, необходимо знать несколько правил. Первое правило – это то, что необходимо приезжать на регулярные бесплатные профилактические осмотры. В ходе этих бесплатных профилактических осмотров мы будем отслеживать то, как пациент проводит свою индивидуальную гигиену, корректировать ее. И при необходимости мы будем проводить профессиональную гигиену полости рта. Второе правило – это то, что необходимо в домашних условиях родителям корректировать гигиену полости рта ребенка, помогать дочищать. Также родителям необходимо следить, чтобы питание ребенка было регулярно и полноценным. Крепкого вам здоровья! Продолжение следует...